Приветствую вас друзья, с вами Варчик, в этом видео поговорим с вами про экспериментальное оборудование. Оно появится в патче 1.19, это новогодний патч у нас будет, который примерно появится через месяц. В чем фишка этого экспериментального оборудования? Оно имеет набор из двух или более характеристик, представленных в игре. Его нельзя будет купить ни во внутриигровом магазине, ни в премиумном магазине. Оно станет наградой за различные игровые активности и события. Будет много возможностей получить экспериментальное оборудование уже в 2022 году. Оно станет частью заслуженной награды, которая у нас будет в конце ноября, я уже об этом в прошлом видосе говорил. И в событии новогоднее наступление. В 2023 году экспериментальное оборудование будет среди нарад сезонов боевого пропуска. Также можно зайти на общий тест патча 1.19 и протестировать, посмотреть как оно работает, что оно делает и где лучше всего оно себя покажет. У экспериментального оборудования будет три уровня наладки. Это как мы розовое оборудование улучшаем один раз за три ляма серебра. Только здесь три уровня. И улучшаются эти уровни за счет компонентов. А компоненты мы берем разбирая эти экспериментальные оборудования. То есть чтобы одно улучшить, надо остальные разобрать. На первом уровне наладки экспериментальное оборудование будет по своему совокупному эффекту соответствовать штатному оборудованию, обычному белому. На втором уровне трофейному. Ну а на третьем уровне боновому. Так написано в новости, но на самом деле все не совсем так. Итак у этого экспериментального оборудования будет основной бонус и дополнительный. Если основной бонус идет у нас от турбины и мы поставим это экспериментальное оборудование на танк, то еще и турбину мы поставить не сможем. Потому что у нас получится практически две турбины. Так делать не надо, на орбиту мы взлетать не собираемся. Если оборудование экспериментальное дает у нас несколько видов бонусов от разных оборудований, то чтобы на танк поставить это экспериментальное оборудование, танк должен иметь возможность оснащаться отдельно каждым таким оборудованием. На некоторые танки не все оборудование можно поставить. Экспериментальное оборудование также не будет получать никаких бонусов от слотов. И экспериментальное оборудование не делится на классы, можно его ставить и на второй уровень, и на десятый. Чтобы снять экспериментальное оборудование, на первом уровне наладки понадобится 10 золота или демонтажный набор. На втором уровне 100 компонентов, на третьем уровне 300 компонентов. А в общем и целом это еще тестируется и возможно что-то где-то доизменится. Вот мы в общем познакомились с этим, что такое экспериментальное оборудование. Теперь давайте поговорим по нормальному, нормальными словами, что это, зачем это, как это работает, надо оно нам или нет. На первый взгляд, большинство людей, которые не станут в этом разбираться, скажут, что очередное говно, которое никому не надо, зачем его добавили, много проблем в игре, лучше что-то бы поделали еще. Но я вам сразу скажу, что это очень нужная вещь, если в этом разобраться, поскольку у нас в игре очень много танков, на которые хочется, допустим, и закалку поставить, чтобы у танка, допустим, у тяжелого было больше хп, допустим, объект 279, у которого часто все ломается, но закалку все равно хочется. И вот у нас выбор, что поставить, закалку у нас будет больше хп, но мы будем взрываться, или поставим компоновку, наш танк перестанет взрываться, но у нас не будет закалки. Так вот, экспериментальное оборудование, их пока что всего три, допустим, комплекс улучшения выживаемости, он дает нам и закалку, и компоновку, но вместе. То есть, наш танк и взрываться, и гореть перестанет в каждом бою по 10 раз, но и хп мы тоже увеличим. То есть, допустим, такие танки, как объект 279, ранний, которые страдают, но все равно это тяж, и на нем хочется увеличить хп. Такие танки, как фв-215б, супер конь, у которого боеукладка 10 раз за бой ломается, и остальные танки, которые часто горят, взрываются, там тот же самый объект 780. Вроде это тяж, но ломается и критуется так жестко, что хочется поставить компоновку, чтобы этот танчик не ломался. Но прикол в том, что экспериментальное оборудование не перекрывает полностью фиолетовое оборудование. То есть, желание получать фиолетовое оборудование будет таким же, как и желание получать экспериментальное оборудование. Поскольку если у танка нет проблем с критуемостью, то лучше поставить фиолетовое оборудование, поскольку оно на 1% дает больше запаса прочности машины, чем экспериментальное. У экспериментального оборудования, которое мы улучшили 3 раза, будет 11,5%, а у бонового 12,5%. Но есть танки, у которых критуемость большая, но не хочется ставить какую-нибудь улучшенную компоновку. Вроде ты перестаешь критоваться, но ощущение, что ты просто забил слот чем-то ненужным, поскольку оно иногда, когда раз в год работает, и ничего особо, казалось бы, полезного не дает. Но теперь можно поставить экспериментальное, с таким же успехом не взрываться, не гореть, но еще и увеличивать хп. И некоторые танки, им прям необходимо такое оборудование, оно именно исправит в них то, от чего пригорает больше всего. И возможно некоторые танки заиграют новыми красками. Это принесет какие-то новые метовые сборки оборудования, некоторые танки станут посильнее в некоторых моментах, и это хорошо, поскольку когда игра закисает на одном месте, это не прикольно. Также помимо комплекса улучшенного выживания, есть еще система повышения мобильности, у нас получается турбина совмещенная с механизмами улучшенного поворота, и еще система управления огнем. Получается стабилизатор, совмещенный с приводами наводки. На некоторых танках это оборудование будет смотреться в самый раз, и исправит в них именно то, что им нужно. Но я думаю, что комплекс улучшения выживаемости станет популярным на некоторых танках, а вот остальное, возможно, экспериментальное оборудование будет не такое популярное, поскольку оно спокойно перекрывается фиолетовым оборудованием. А вот закалка с компоновкой одновременно, это прямо чудеса. Ничего плохого в этом экспериментальном оборудовании я не вижу. Вижу, что только некоторые танки будут меньше страдать, и можно будет делать более конкретные сборки под танк, улучшать именно то, что вы реально хотели. Вот в таком виде это больше похоже на оборудование 2.0. Но при этом и не убивается фиолетовое оборудование, поскольку все равно оно дает больше, но только одного параметра больше. А экспериментальное дает немножко меньше, но перекрывает больше проблем. Единственные минусы в этом всем, это то, что некоторое оборудование вовсе перестанет использоваться. Допустим, приводы наводки, они и так особо никогда не использовались. Я думаю, дальше вообще его не будет. То же самое и компоновка. Зачем она нужна, если есть комплекс улучшения выживания? Тем более, в любом случае у нас всего 3 слота под оборудование. Это никак не сверху еще что-то. Вам придется что-то убрать, чтобы поставить это экспериментальное оборудование. В любом случае, я считаю, что это хорошо. Еще одна желанная награда и очень полезная для некоторых танков. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Гирайте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok